Одесса готовится к курортному сезону. Арендаторы вовсю ведут работы, обустраивают пляж деревянными настилами, летними площадками и торговыми точками. Уже сейчас видно, что свободного песка почти не осталось. Аркадия продолжает занимать первое место по незаконной застройке побережья. Посмотрим, как она выглядит сейчас. Спускаемся к морю и первым делом слышим не шум прибоя, а звуки дрели и болгарки. Буквально на каждом пляже ведутся ремонтные работы, после которых остаются груды строительного мусора. Это арендаторы меняют старые конструкции на новые. Гуляем по пирсу, увидим торчащую из песка трубу. Видимо, так предприниматели чистят свои бассейны. Рабочих же такой расклад вполне устраивает. Здесь я констатирую тот факт, что здесь пляжа не было. И его навряд ли кто-то бы делал, город. Денег нет. А так, смотрите, и деньги идут в город, да. И сделали пляж, люди приходят не в собачьем отдыхают, и в мусор, как вам, пойдите, общественный, там вот все так. Так, кульки, кукурузные, огрызки и прочее, прочее. Там наркомановские эти иглы, все. Дети в этом копаются в мусорнике, можно сказать. Там же не чистится, никакой транспорт не заедет, селка, песочек не почистит, ничего. Вот. А здесь люди придут культурно отдохнуть. В одном из клубов настил из металла и бетона занимает всего-навсего 75 метров. Да и настилами эти сооружения назвать нельзя. Помимо дерева используют металл и бетон, и это нарушение земельного и водного кодексов. Но арендаторов это не останавливает. Вдобавок начали с тротти отельно-бунгальный комплекс. Чуть дальше тоже кипит работа. Место свободного пляжа плюс еще один настил и бассейн. Что здесь будет? Пляж? Нет, вот именно этот настил, он для чего? Люди ходили, на пляж спускались. А, так что вы просто делаете голый настил? Да, для людей. Бороться с предпринимателями мэрия, судя по всему, перестала. Даже вылазки архитектурной инспекции превратились в формальность. Для контроля курортного сезона в Одессе создали специальную комиссию. Но чем конкретно она будет заниматься, неизвестно. Да и вряд ли она сможет повлиять на самовольную застройку. Есть чиновники, которые просто, назовем это в кавычках, обелечивают этих людей непомерными какими-то взятками, тарифами, мзду. То есть это все устанавливается власть имущими. Есть официальный платеж, который обычно минимален. И есть неофициальный платеж, который является весьма обременительным. Поэтому все, как было, так и останется. Просто отдельные договора перезаключат. На 16-й станции Большого фонтана тоже начали строить. На самом пляже смонтировали пока что один деревянный настил. А вот над пляжем вовсю кипит работа. Тут строится очередной жилой комплекс. В паспорте здания указано, что это пансионат семейного типа. Но вряд ли в первой линии от моря будущий новострой будет иметь оздоровительный характер. Более того, в интернете уже можно посмотреть цены на квартиры. Планируется 14-этажное здание с гостевым и подземным паркингом. Обещают и бассейн. Звоним, чтобы узнать, почему в паспорте указан пансионат, а по факту строится жилой дом. Там просто на первом и втором этаже выкуплены уже апартаменты. И там будут как бы вот пансионатного такого формата. Второй этаж. Поэтому имеется в виду. На первом этаже будет. А уже остальное будет квартира, конечно. Ага. Я поняла. То есть это жилой комплекс, да? Да, да, конечно. Это будут квартиры, апартаменты. Просто там будут и однокомнатные, и двухкомнатные, и студии, квартиры. А на первом и втором этаже это будет как гостиница? Да. Мэрия решила отдать в аренду все пляжи, расположенные в городской черте до конца этого года. Якобы для комфорта населения и отдыхающих. От аренды пляжей планируют получить 16 миллионов гривен. Почему-то говорят о том, что необходимо увеличивать, скажем так, количество процентов пляжей, сданных в аренду. Ну, как будто бы, ну, манипулируя тем, что у Одессы нет достаточно средств. Хотя Одесса обладает 15-миллиардным и уже больше бюджетом. И, в общем-то, это профицит серьезный. Зачем изыскивать последние средства, забирая у одесситов возможность, ну, скажем так, отдыхать и забирая у них права конституционные, я не понимаю. А вот руки арендаторов до пляжной 10-й станции фонтана еще не дошли. Тут пока еще можно наслаждаться свободным пляжем. Но это ненадолго. Ведь перед каждым курортным сезоном его полностью заставляют платными шезлонгами. Пока здесь ведется строительство белопешеходной эстакады. В рабочий день трудятся максимум 10 строителей. То, что сроки сдачи эстакады постоянно переносятся, уже не удивляет ни отдыхающих, ни журналистов. Йологи тем временем опасаются, что склоны на 10-й станции фонтана могут начать сползать в море. Здесь строители дошли как раз до зеленых глин, которые являются водоупором. И как раз на границе зеленых глин и известняков образуется подошва, слой скольжения, по которому известняк скользит. И если поползет склон, он может нарушить и вот эти крепления, то есть и нарушить саму эстакаду. Возникают какие-то проблемы, которые не были предусмотрены ранее проектом. Эти проблемы нужно устранить. Потому что если их так и оставить, то действительно, может быть, даже поползет склон, может быть, он саму эстакаду не сильно повредит. Но он повредит дорогу, которая идет ниже. И это тоже будут большие проблемы. И это тоже могут быть и машины чьи-то повреждены, да, и человеческие жертвы тоже могут быть. Интересное наблюдение. Развлекательные точки на песке вырастают за считанные дни. А строительство социально важного объекта продвигается весьма и весьма неспешно. Это тоже не удивляет. Эстакада – объект неприбыльный.